Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Еремьян Гогин Гвазгенович. Живу в Полтавской области, в Машевский район, в село Павловка. Чем вы занимаетесь? Я сам фермер. Держу голову 300 свинь. С 2000 года занимаюсь немножко землей. Это дело вашей жизни, правильно? Да. А до этого я жил на Попетровске. Приехал в село. Мне понравилось. Купил дом. У меня дочка, жена. Синь. Синь с утра до ночи помогает мне. Держим хозяйство. Это как семейное дело, правильно? Ясно. Вот какая у вас сложилась ситуация, да? Я так понимаю, вы являетесь участником вот этого резонансного события, которое подошло с Сидориком. Ваше видение, хотелось бы услышать, плюс ваше дополнение к этой истории. Как вы стали участником? И я так понимаю, вы были обмананы. Да, вы были обмананы. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Значит, в прошлый год, в осену, человек мне попросил в аренду сдавать свой парень. Значит, до этого, года 3-4 назад, у них договор был с Иваном Ивановичем. Три года, значит, договор закончился. Сидоренко? Значит, в осену, мы договорились. Весной уже документы приготовили. Через нотариус, все как положено. Местный нотариус? Да, Машевский нотариус. Я иду к Ивану Ивановичу, показываю документы. Говорю, Иван Иванович, люди со мной заключили договор, а ты сеешь. Я говорю, я сам обработал его, я орал. Говорю, это моя земля. Он документы вот так выкидывает туда-сюда, это мне пожег, то я не знаю, что, матюками. Я у него был всего минута 5, если еще минута я там осталась, прямо у него в кабинет, он драку устроил. И заявлено, написал в милицию, что я нападение делал прямо у него на фирме. Значит, он вестой взял посыл сою. Мы начали, я... Ну, что, на момент назад, то есть, когда вы пришли к нему, он нецензурный обранец его был, как момент угрозы, правильно? Да, да. Кто ты такой, откуда приехал, с горы приехал, кто такой, ты не украинец. Говорю, Иван Иванович, я... 30 лет. Больше у меня жизни, я живу тут. Государственная служба, даже служба, понимаете? И у него элементы расизма. Депутат областной рады. И депутат областной рады. Короче, я еле откуда убежал. Пошел у меня в Машерке есть хороший человек, который раньше он работал и прокурором, и сутью, и туда-сюда. Да, я ему объяснил ситуацию. Это ваш товарищ, да? Ну, близкий человек. Ну, как сказать? Ну, не товарищ, ну... Объяснил ситуацию. Он говорит мне, как Иван Иванович, знаешь, что он говорит? Ты ему ничего так не сделаешь. Ты напиши заявление через почту, что ответ был, это это... Начал письмо написать, отправлять. Он мне отвечал. В мою. В этого года? В этом, в мою, до шестнадцатом году. Короче, я не могу забирать этот пай. Я, значит, приехал сюда, Полтаву, в земельную компанию, заплатил документы у меня на руках, на сорок девять год. А Иван Иванович Сидаренко сеет сою, сою убирает, пшеницу сеет. Короче, сою он убрал на следующий день, посеял в этом году. Пшеницу на моем земле, который у меня на сорок девять лет договор закончил с людьми. Люди приехали в земельную компанию, курочки поставили. У меня свой отравтор, сын сел за отравтор, где вот эту границу оборвал, что граница эта. Значит, следующий день Иван Иванович звонит мне по телефону. Кто ты такой, матюками, ты про себя не думаешь. Еще раз пытался вам урожать, правильно? Да. Даже не пытался, прямая угроза. Ты про себя не думаешь, про семью думай. То есть он урожал на прямой семье, правильно? 100% понимаешь, что ночью, сейчас у меня жена ночью боится спать. У меня сын 27 лет, 27 лет. Жена не пускает сына куда-то идти. Если куда-то идет, мне говорят, сидай около семи, что боимся. Я сам тоже боюсь, понимаете? Говорю, Иван Иванович, что ты говоришь, у меня телефон сейчас запись включен. А мне по барабану. То у вас есть записи? Или это просто был блеф, да? То есть человек даже, по сути, зная о том, что его даже будут записывать, да? Да. Он этого не боится. Он не боится. Он не боится ни от чего, понимаете? Он думает, что у него гроши есть, депутат областной арада. У него... Извините за это. Запикаем. Да. И это. Значит, телефон начал угрожать. Я выключил телефон. Через цикл он опять звонит. Опять начинает угрожать мне. Это было, значит, 26 мая. 26 мая. Я хорошо понял. Значит, он мне говорит потом, посмотри, что будет. 28-го, значит, заезжает у меня на поле. Столько он семечков. Три комбайна. Четыре КамАЗа. Его оборудование, его машина, да? Ну, да. Фирма Агру Альянс. И мне говорит, ты понимаешь, я тут ни при чем тут фирма Агру Альянс. Говорит, ты с приватбанком не сможешь судиться туда-сюда. У тебя столько грошей не может. Говорит, Иван Иванович, при чем приватбанк? Приватбанк. Или Агру Альянс. Если ты там директор, ты командуешь, ты привез 50-60 человек, я не знаю, бандитов откуда собрал, привез. Вокруг вот это поле стояли вот это бандиты. У меня сыну... Это были люди, спортивное телосложение, правильно я понимаю? Да, да. И вот так, короче, получается, я с адвокатом, Билли Полтави, значит, жена у меня звонит. Я сразу сыну позвонил, говорю, Андрей, езжай туда, бери мобильный, близко не иди. Бери мобильный и начинай снимать. Машины, комбайны, туда-сюда. Короче, это хлопцы, это бандиты. У вас есть это видео, да? Конечно, есть. Супер. Значит, это бандиты. Бачили, что у меня сын снимает. С машины взяли дубинку, два раза больше, чем милицейский, и напали на сыну. Человека три-четыре. Син еле убежал оттуда. Упал телефон. Разбился телефон, стекло. Телефон он забрал, убежал дальше. А чехол остался. А это бандиты начали ногой топтать. Чехол думали, что телефон, что разбить. Ну, видите, уровень их не уходите. На чехол не включают. Мы приезжаем с адвокатом туда, на поле, и как раз около поля, КамАЗ въезжает, Иван Иванович, Сидоренко, первый бандит провожает машину. То есть он был напрямую там, да, он был участником. Прямой, прямой. И при этом говорили, что он никакой... А мы с адвокатом даже были, у нас в маршевке райдержадминистрацию зашли, попросили. А наша глава держадминистрации звонит Иван Ивановичу. Иван Иванович, что там в Павловке случилось, что вы там делаете? А я ничего не знаю, меня там не было. С маршевками приезжаем в селену минут 15, минут 15, Иван Иванович провожает КамАЗ-груженок. Вверх на овощи, согласитесь? И вот я говорю сейчас, я так не боюсь, я уже, считайте, отжил свою. У меня в синусе 27 лет. До семьи вы поедете, я вас понимаю. И жена. И вот тут три месяца у меня жена, вот тут голова, вот тут завязана, болит, боится. И не знаю, что делать, это бандиты. И депутаты областной рады. Как дальше развивали события после этого? Что вы предприняли в этом случае? А что, мы писали и райдержадминистрацию, и прокуратуру, и в милицию. И Киев написали, и Авакова, и Луцека. Ну правильно, пришли письмо. И вчера даже пришел письмо, что вроде идет следствие. Два месяца идет следствие, а только не могу. Только не могу. Если депутат областной рады мне говорит, у меня столько грошей у тебя не хватит. А мне другие люди говорят, он у тебя миллион украл, там отдаст 100 тысяч, там отдаст 200 тысяч, а еще полмиллиона останется ему на луж. Понимаете? И что делать? Кто знает? В нашем соседном селе, значит, один бедный человек пошел, ну колхозник, настоящий колхозник, пошел, украл с другого фирмы, там у нас есть чистая комиссия. Украл 100 килограмм кукурузы, 100 килограмм кукурузы, качанами, значит, поймали его. За 3-4 дня сделали дело, отсудили 2 года и 30 тысяч штраф. А тут КамАЗами, понимаете, миллион украл, 3 комбайна убирают ценочки, понимаете? Два месяца прошел, и никто ничего. Все.